Ребята, всем привет! В последнее время мне снится один и тот же навязчивый сон, как я спускаюсь в какой-то бездонный овраг по очень-очень узкой тропинке, заросшей бурьяной травой, какими-то деревьями. Порой эта тропинка становится настолько непролазной, что я кое-как продираюсь через деревья и кустарник. Но всякий раз, когда я добираюсь практически до дна этого оврага, почему-то происходит что-то, что у меня постоянно будет. Я не мог никак понять, почему этот сон постоянно мне снится, снится снова и снова. В последний раз я увидел этот сон и увидел в нем нечто большее. Он продолжался немного длиннее, чем обычно. Я увидел там на придворке какую-то старую деревянную церковь. И мне она показалась очень какой-то знакомой. То ли когда-то я проезжал мимо, то ли это какие-то ранние воспоминания моего детства. Но тем не менее, я точно был уверен, где это находится. И что я могу это место найти. Итак, ребята, мы уже практически подъехали к месту. Где-то это здесь должно быть. Я точно помню, что подобное место я видел где-то здесь. Вот оно, озеро это. Коровы пасутся. А вот, кажется, и то самое место. Только я почему-то не вижу деревянной церкви, которая была во сне. Вообще, ребята, по ощущениям, такое вот ощущение складывается, что я здесь уже был когда-то. В далеком детстве, что ли. Правда, леса такого не было здесь. Был, конечно, березняк, но он был такой более мелкий. И на пригорке стояла деревянная церковь. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Но очень уж место похоже. Возьмира такая живописная корова гасится. Пастуха, правда, что-то не видно. Ладно, надо забраться на этот пригорок и посмотреть. Возможно, эта церковь там находится. По моим ощущениям, где-то за ней, за этой церковью, находится этот бесконечный спуск ковраг. У меня устойчивое впечатление почему-то, что я знаю эти места. Ну вот, похоже, дорога кончилась. Видимо, дамбу размыло. Здесь вот явно не проедешь, чтобы на мотоцикле. Непонятно. Ну что, видимо, отсюда придется либо пешком шлепать, либо искать какую-то другую дорогу. Ну что, ребят, вот я и на месте. Оказывается, нет ничего странного в том, что я не нашел на пригорке церкви. Оказывается, ее года три назад разобрали. Сейчас встретил человека. А, да у вас ферма где-то здесь? Нет, у меня вообще фермы нету. Я просто вот здесь приучил своих лошадей. Они вот здесь вот, в этом месте, там пасутся и через трассу туда переходят. И вот конкретно я у местницы просил, что церковь, что случилось. Они говорят, что из-за того, что прихожан не было, они просто ушли за брами. А земля относится к церкви, наверное. Ну, ну, я просто помню, что внизу оттуда, где я сначала был, где я искал, что снизу видно было. А я смотрю, вроде нету, ты что такое думал, куда она делась? А это тут земля тоже уже начали расстрадавать. Коттеджный поселок какой-то будет. Короче, все под застройку коттеджных поселок. Я все время думал, я даже вот почему спросил, может, этот участок продается, я бы купил. Здесь у местных спросил, я вот честно хотел выкупить вот этот участок и вот эту полю. Я вот спросил, куда надо обратиться, чтобы вот это все приобрести, если они продают. Они говорят, вот это место навряд ли продается, это вот туда, как у вас называется? Гепархия. Гепархия туда относится. Потом я не стал бегать ничего. Ну, кони пасутся, пасутся, бегают. Если скажут, убери, убери, я перегоню в другой быстро. Да, ну, а что скажут-то? Здесь мы лошадей держим, арендуем здесь. Для души держим. Ну, понятно. И это здесь. Сто голов для души это здорово. Нет, да, это таки. Молодняки. А ну, у меня пару жеребцов есть. А что, продаете жеребцов или так для чего? Нет, для себя. Я вон с Абакана привык тащил. Хорошие жеребецы, орловцы. Орловцы? Нет, один орловец, другой владимирец. Владимир сможет. А я вот занимаюсь лошадями. Ну, здорово. Обращаются за ваши дни? Нет, у меня эксперт. А, вон, Шахстан. Породистых не разводите, да? Нет, породистых разводим. Это что, только для себя. Ну, ну, для себя, для своих. Я вот нашел только жеребца, вот, хочу уже на следующий год заниматься разведением конкретно. Не, ну, позволяет как бы место-то. Место позволяет. И от греха подальше. На природе. Ну, да, согласен. Ладно, удачи, успехов. Ладно, всего доброго. Всего доброго. Ну, вот, поговорил с местным. Оказывается, вот она где стояла. И не мудрено, что я ее не нашел. И что не увидел купола. Вон оттуда, из-за врага. О, лошади пришли. Нормально. Целая, целый табун, целая стада. Ладно, лошадь. Сейчас сожрет еще мне зеркало. Нет у меня ничего пожрать. Блин, меня обступили тут со всех сторон лошади. Сейчас машину мне погнут. Пора сваливать отсюда, пока не поздно. А то сейчас еще копытами запрыгнули на крышу. Начнут там плясать. Нафиг. Короче, табун лошадей меня прогнал с места. Прикольно. Ладно, ребят. Пора машину переставить, пока не поздно. Лошади меня почему-то прогоняют. Наверное, их подговорил тот конезаводчик. Ну что, вот такую интересную, печальную информацию поведал нам местный конезаводчик. Жалко, конечно, что не удалось посмотреть на эту церковь. Деревянная, красивая церковь была. По крайней мере, тот образ, который во сне всплывал, был очень красивый. Хотя, вот чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что это не просто сон. Такое ощущение, что это какие-то были ранние воспоминания, что ли, из детства. И где-то рядом, вот за этой церковью, церковь была как ориентир, который мне помог найти это место. Где-то за этой церковью был вот этот вот бесконечный спуск. Такое ощущение, что по нему целую вечность надо было спускаться, а по краям стояли какие-то дома, частные дома. Ну что, погнали, посмотрим, что скрывает этот бесконечный спуск. Для чего мне являлись эти образы во сне. Что хотело мне сказать мое подсознание. Или это просто какие-то образы детских воспоминаний. Пока это все непонятно, но надеюсь, что когда я там окажусь, внизу, то все станет на свои места. Ну или, по крайней мере, приоткроется какая-то завеса, которая сейчас меня беспокоит. А вот эта дорога, она как раз идет к этому бесконечному спуску. Где-то здесь он должен уже начаться. Дорога, кстати говоря, тоже уже заросла. По моим ощущениям, там были дома. Там было много домов, деревня. Но сейчас вот я лично не вижу никаких даже признаков этой деревни. И даже церковь, которая была у этой деревни, и та уже разобрана. Ладно. Где-то здесь этот спуск. Я, чем дальше приближаюсь, тем больше уверен, что я здесь был когда-то. Яблоня. Такое ощущение, что я по каким-то огородом все время иду. Заброшенным. Ну, а вот, собственно, и спуск начался. Точно. Фига, какой крутой. Вот тоже кирпичи какие-то. Явно остатки каких-то деревенских строений. Интересно. Здесь мимо грибов полно. Блин, ну тропинки-то нету. А во сне была четкая, конкретная тропинка прямо. Хотя, может, она уже заросла. А вот еле прослеживается какая-то тропинка вниз. С правой стороны. Ну, по крайней мере, сейчас уже не через бурелом. Сейчас она такая, так сказать, цивилизованная, что ли, дорога. Протоптана. Интересно, куда она ведет. Да ли эта дорога. Пока не понимаю. Но у меня ощущение, что та дорога, которая вот была у меня во сне, она все-таки была какая-то более цивилизованная, более такая... Обжитая, что ли. Хотя вот здесь вот явно это тоже не просто грибники протоптали. Опа. Нифига, здесь спуск какой. Е-мое. Интересно, вон. Остатки каких-то построек, видные вдали. Точно. Остатки деревни. Не знаю, будет видно. Сейчас попробую приблизить. Здесь, вон крыши заброшенных домов. Вон заборчик идет. Капец забора. Все, что осталось от частного сектора. Дорога совсем заросла. Офигеть. Какие-то полуразрушенные постройки. Кругом заброшенные дома стоят. Интересное кино. Что вдруг решили здесь все забросить? Дом тоже стоит. Заборы везде поваленные. Ребята, вот у меня такое ощущение, что вот этот спуск, он все-таки какой-то знакомый для меня. Ощущение, что я здесь был. Но я точно знаю, что я сюда никогда не приезжал. Смотрите, ребят, какой интересный домик. Крыша ржавая уже. Балкончик зато есть. Забор повалившийся. Тоже все заброшено. Интересное кино. А вон еще один дом. Вот это уже как-то напоминает то место, которое я видел во сне. Правда, оно было не такое заросшее. И ощущение такое, чем дальше я иду, тем больше я убежден, что я здесь все-таки был когда-то. Красивейшие места, конечно. Тюруда обалденная просто. Вон домик стоит на пригорке. Красиво. О, а вот в кустах там крыша, чердак виднеется. Нифига, как заросло все лесом прям. Да, именно эту дорогу я видел во сне. Ну как оно связано со мной, вот что интересно. Ух ты! А ну-ка, что за баб? Ощущение странное вообще, что... я как будто здесь никогда не был, но с другой стороны точно убежденность какая-то, точно, что это все как-то уже знакомо. Вон еще дом стоит. Офигеть! Реально затерянный мир. А посмотрите только, как все заросло лесом. Вон он дом стоит. Еще один. Короче, это вот какая-то аллея центральная, или какая идет в овраг. А по краям стоят дома. Заросли уже все. Позвинили. Но тем не менее, виды классные, конечно. Вот к этому дому буду пробраться. Он вполне себе так сохранился хорошо. Стекла на месте все. Ну-ка посмотрим. Ягода-юрга. Вкусная ягода. Надо попробовать. Опа! Оценить. Дарую природу. Ммм, вкусная она. Я сегодня витаминов обвелся. Смогой вперед, наверное. Офигеть! Смотрите, ребятки, какая красота! Ощущение у меня очень странное, что... Ракушка сказанного, что мне знакомо это место. И очень сильно знакомо. Остатки утваря. Здесь, видимо, кухня была. Такое ощущение, что дом шатается. Люк наверх, на чердак. Что-то перекосило. Не открывается. Ощущение, что шарится. Вот тут, рядом здесь. Береза упала на соседский дом. Ладно, пойдем дальше. Но ощущение у меня такое, что я помню этот дом. Какого-то чего-то. В общем-то, он... Возможно, просто мне напоминает какой-то... Какой-то другой дом. Мы сильно знакомы, мне кажется. Такое ощущение, ребят, внутреннее ощущение странное. Что я куда-то, как будто домой вернулся. Что-то, подалекое детство. Правда, заросло все здесь, как в джунглях. Но, тем не менее... Но, тем не менее... Но, тем не менее... Там не закрыто. А, блин, опять крапива и жалево. А вот и гроза. Как бы не пришлось в одном из этих домов прятаться... Сейчас как шарахнет тропические лени. Ладно, домик весьма трухлявый, не полезу я внутрь. Пойдем дальше пробираться. Все-таки, откуда же я вот этот дом помню? Этот дом определенно мне знаком 100%. Не зря я сюда пришел. Прям чувствую, что не зря. Как бы какого-нибудь Йетти с Берданкой не увидеть, не встретить. А, вот и кто здесь шарится. Вон, еще одна с правой стороны. Фазанда заброшенная. Прям как во сне. Дорога сужается, сужается. Дебри становятся прям практически непролазные. Точь и точь как во сне. Здесь еще малина растет. Красота. Но крупная такая. Чусь я. Дождик. Подожди, не торопись. Тут малина. Все усыпана. Опа. Вдалеке кто-то что-то разбирает. Мироза уже рядом где-то. Домик с привидениями. Железяка. Почему-то не задали на петололом. А, ну потому что отсюда вытащить не могут. Потихонечку распиливать начали, добросили. Это, блин. Страшное дело. О, смотрите, ребята. Малина прям на дорогу вываливается. Как мне съесть ягодку? Еще и собаки. Остатки забора с колючей проволокой. Голоса людей где-то здесь явно что-то разбирают где-то. Забор есть. Домов нету. А, вон на пригорке еще один дом стоит. Классное место. О, здесь тоже в кустах еще один дом. Ну, правильно, это улица. И по краям справа-слева стоят дома. Ну, примерно, как и снилось. Духота, капец. Скворечник на березе. Кто-то здесь поставил, интересно. В кустах остатки каких-то построек. Здесь кругом остатки цивилизации. Вот они везде. Повалившиеся заборы. А я подумал, откуда здесь столько ягод и там всего. Потому что здесь огороды были. Вон еще один домик стоит. Вон крыша торчит. Блин, валить надо отсюда. Полен, ничего будет. Вот он и дождь начался. Колодец. Развалился совсем. Да. А вот остатки еще чего-то дома. Все ближе и ближе к месту, где кто-то что-то разбирает. Явно какой-то металлолом выбивает. Вот так исчезает цивилизация, ребят. Смотрите, вот все, что осталось. От деревни. Вон впереди тоже. Сквозь сидит и виден дом стоит. Пожалуйста. Капец, сколько здесь металлолома. Ну, место такое, что его отсюда только на вертолете выдернуть можно. Почему-то ощущение, что надо куда-то сюда идти. А может и не надо. Вот еще один колодец. Вот так. Всегда тут заблудился. Какая-то деревня заброшенная. Вообще не про лазные места. Интересное кино. Сарайка какая-то. Углярка, наверное. А вот дом в кустах. Уже подбочинился, накренился весь. Дальше вон тут дом вообще развалился. Придется, наверное, в доме дождь перергать. У меня ощущение точно, что я здесь был. И был. Был в детстве. Ни фига тут, ребята, смотрите. Целая деревня в лесу заброшенная. Кстати, интересно. Гром прогремел. И все. А дождик так и не пошел толком. Но оно и к лучшему. Блин. Стопудово. Вот это место я помню. Здесь вот эти вот три дома. За ним, за ними были еще с правой стороны дом. И дальше еще один дом стоял. А между ними была поляна. Я точно здесь был. Теперь я уверен в этом на 100%. Смородина красная растет. Попробуем. Вот здесь, в этих домах, были дети. И мы вместе с ними играли. Я практически убежден теперь, что это воспоминание из какого-то раннего детства. Вот там, за этим домом, была поляна, на которой собирались все дети, в том числе я, и играли в разные игры. Прикольное время было. Нифига тут, смотрите, как все дома, все завалилось. Печки все разрушилось. Капец, все завалено. А здесь вот еще печи, печная труба, сохранилась. Какая реликвия. Такое ощущение, что у меня такая же была в детстве. Вещь, кажется, очень знакомая. Сколько лет назад ее здесь оставили. Да, здесь уже все обваливается. Ничего не увидишь. У меня такое ощущение, что я какими-то кусками начинаю вспоминать моменты из своего раннего детства. Здесь вот остатки печи. С собакой где-то рядом. Опа. Кто-то зовет кого-то, или показалось. Собака совсем рядом. Опять. Сюда какого-то Сережу зовет. А что тут может быть? Фига прикол. Откуда-то отсюда. Опа. Мужик какой-то. Что он там шарится? Интересно. Пошел куда-то. Может, это разбирает. Тут что-то. Кстати, на заднем плане. Слышно, что кто-то что-то разбирает. Так, ну-ка, пойдем посмотрим за ним. Что ему делать в этом возрушенном доме? Где-то вот здесь вот он бродил. Где-то вот здесь вот он бродил. Опа. Видно никого. Здесь он совсем развалился. А, вон он. Вон он идет. Интересный персонаж. Капец, дома кругом заброшенные стоят. Вон он идет. Куда он, интересно, направляется. Где-то здесь только что были шаги. Опять это железяка. Вот уже этот дом. Точно. Кажется, движение впереди. Точно, вон он идет. Дом заходит. Вот если бы это не звучало так глупо, я бы сказал, что этот мужик на моего отца похож чем-то. Зачем он, интересно, зашел в этот дом? А это, кстати говоря, тот голубой дом, в который я тогда заходил, и мне показалось, что около него, около этого дома кто-то бродит. Вроде тишина, а никого. Странно, что он там делает. Может он живет здесь. Но дом-то заброшенный. Я же заходил сюда. Дом этот, кстати говоря, сто процентов. И дом этот сто процентов не знаком. Вот когда я к нему подхожу, когда я его вижу, у меня такое ощущение, что я прям домой возвращаюсь. Что я пришел к себе домой. Дешево. Странно. Не убился. Ни фига прикол. Может сюда зашел точно. Сто процентов сюда зашел. Это прям видно на камеру. Вот этот сундук старинный, я сто процентов помню. Куда у меня сюда. Ни кого? Да. Да. Такой же точно сундук стоял около кровати бабушки. Пусто. Дом принадлежал моей семье когда-то. Когда я здесь нахожусь, такие ощущения, что я слышу голоса своих родителей, отца, матери и причем как будто какое-то событие происходит, что я нахожусь где-то вот здесь в этой комнате, но я не вижу отца, матери, но слышу как они как будто спорят о чем-то и потом отец собирает вещи и с вещами уходит. Мать сидит здесь и плачет. И вот этот люк мне очень сильно знаком. Такое ощущение, что я вот как раз в этот момент лежал и в этот люк смотрел. В прошлый раз я бы не смог открыть. Опа! Есть! Так, как до него дотянуться? Слушайте, вот сейчас у меня такое как воспоминание, что ли, нахлынуло. Похоже, это не дом был, а наша дача. Дача, которая принадлежала моей семье. Такое ощущение, что вот на этом чердаке я любил лазить. Отец меня всегда ругал за то, что я шарюсь по чердаку и могу... Блин, не получится. И могу провалиться. Так, надо поставить. Посмотреть, что там. Так... Подобвинем. Сейчас я... Так вот поставлю пока здесь камеру. Посмотреть, длину... А, что там на чердаке? Ну точно. Так... Опа! Сейчас камеру возьму. Сто процентов. Сто процентов. Я когда-то на этом чердаке любил спрятаться, поиграть. И не раз мне влетало за то, что я залазил сюда. О, блин. Фига, прикол. Шкатулка. Вот, блин. Это интересно. Блин. Шкатулку какую-то нашел. Вот, блин. Это интересно. Блин. Шкатулку какую-то нашел. Эта коробка мне принадлежала. Офигеть. Шкатулка моя. Я помню точно. Вот эти часы. Они когда-то принадлежали моему отцу. Это часы моего отца. Шарик теннисный. Это мой. Блин. Звук знакомый с детства. Прикол. Я помню, как я его согнул. Отец его над спичкой упрямлял. Цена 8 копеек. Точно. Блин. Величинка. С этой величинкой. Я помню, мы с матеря насекомых в городе разглядывали. А тот сарматик это мой. Я его покрасил материном лаком для ногтей. Блин. Тут находка. Кошелек. Плохо помню. По-моему, это старый кошелек, который мне отдали родители, чтобы я... Я туда мелочь складывал, точно. А у нас мелочи. Блин. Прикиньте, ребята. Копейки. Двадцать копеек. Раньше можно было вот на эти двадцать копеек купить мороженое. У меня есть. Компейки. Дудо. Прикол. Дудо. Компейки. Компейки. Нифига себе находка. Вон сколько мелочи нас собирали. Три копейки. На эти три копейки, ребята, можно простаканную воду выпить с сиропом. На копейку без сиропа, просто газированная вода. Из автомата на каждой остановке. Блин. Перекол. Нервная застежка окислилась уже. Это щит. Мать мне показывала, как надо считать. Абсолютно я только не помню. Может быть отдача от этой. Вот карта. В общем, мне не знакомо. Знаю, что такое. Интересно, может быть это где находится эта дача. Надо будет более внимательно посмотреть. Там вон. Какие-то места обозначены. По крайней мере два или одно. Вот какое-то место обозначено. На карте. Нифига себе, ребята. В 1985 году ее напечатали эту карту. Интересно. Интересно. Ладно. Потом подумаю, что это такое. Вот это прикольное, конечно. Кошелек. И вот эти все вещи с собой возьму. Париком. Странное, конечно, ощущение. Что вроде бы как мне вот отдельные вещи, предметы очень хорошо знакомы. Как будто кто-то точно из моего прошлого какие-то воспоминания из раннего детства. С другой стороны, такое ощущение, что какое-то чужое все равно все. Странное ощущение. Какие-то двоякие. Прикольно. Часы по вещи работают. Какой раритет. Смотрите, ребята. Цена. Рубль пятьдесят. Да. Были когда-то такие цены. Счеты вообще, блин. Вот он, древний калькулятор. На чем раньше считали. Но, я помню, раньше калькулятора в школах не было. Так некоторые вот на счетах считали. Интересно, от чего этот ключ. Надо посмотреть. Может здесь вот двери от этой. Похоже, я этого не узнаю. Дверь уже сперли. Хотя здесь явно висел замок. Навесной. Правда, это не исключает, что здесь, может быть, еще был другой замок. Точно. Армейские штаны моего отца. Он же любил ходить в военной форме. Капец, ребята. Странные ощущения такие. Да, вот так вот наткнулся на место, в котором я когда-то уже был. Ладно, пора спрашиваю своих родителей об этом месте. Прощай, дача. Надо выбираться к машине. Надо выбираться к машине. Как ничего и лучше показывать. Наскиваем летом. Подбор. Подбор. Все пора помогает. На%io об этомmos府. Продолжение следует. В следующих репер. Подбор. Вам как вам Hindi? Явро. Подбор могут знать. Если творится на эфир. Продолжение следует...